Сумасшедший гений, не сдержанный паяц, социопат, взорвавшийся хорват. Так называли современники инженера, изобретателя и ученого Николу Теслу. И надо сказать, было за что. Говорят, он спал всего два часа в сутки. Ночами писал стихи, читал или слушал музыку. Страдал боязнью микробов, поэтому по сто раз в день мал руки. Великолепно говорил на восьми языках. Разбирался в истории и философии. Что еще с детства ему являлись видения в виде вспышек света. А еще говорят, что он умел предвидеть будущее. И даже однажды спас своих знакомых, посоветовав не садиться им на поезд, который вскоре сошел с рельс и разбился. Тесла считал разумной всю вселенную вплоть до атомов. А себя называл проводником этого вселенского разума. Кем же он был на самом деле? Великим ученым? Правидцем? Или непревзойденным авантюристом? Да, есть различные версии, которые говорят о том, что это либо великий физик, либо великий провидец, либо великий авантюрист. Скорее всего, лично я склоняюсь к тому, что это великий первооткрыватель. А как всякому первооткрывателю, да, ему было не чужды некие такие вот, знаете, экстравагантности своеобразные. То есть это человек, который действительно вторгся в область буквально высоких энергий, одним из первых, скажем так, и нетривиально относившийся к тому материалу, с которым он работает. Серп, родившийся в Хорватии, он учился в Чехии, работал в Будапеште, Париже, Праге, Страсбурге, Соединенных Штатах Америки. Космополит? Скорее, гражданин мира. Именно он разработал систему переменного тока, создал моторы и высоковольтные трансформаторы, на которых стоит весь промышленный мир. Благодаря ему освещаются наши дома, поселки, города. Это он открыл принципы робототехники и двигателей на солнечной энергии. Рентгеновский аппарат, счетчик электроэнергии, автомобильный спидометр, люминесцентные лампы, электрические часы, приборы электротерапии. Этот перечень можно продолжать и продолжать. Около тысячи изобретений в разных областях науки и техники. Это, конечно, настоящий ученый, подвижник. А человек, который вот ради своей идеи, да, он мог что-то совершить, может быть, даже пойти на какие-то преступления, на какие-то неприглядные поступки совершить, но это во имя ради науки. Он готов был голодать, и бывали у него годы, месяцы, когда он, в общем-то, действительно ради науки и голодал, и жил в трудных условиях. Но уже когда он переехал в Соединенные Штаты, там, конечно, его уже приняли как серьезного специалиста. Тесла считал, что мир состоит из волн, и что самое главное – это вибрации и резонансы. Как при раскачивании качелей, говорил ученый, малыми усилиями, но вовремя приложенными, можно вызвать поразительно мощные эффекты. Однажды Тесла, сам того не желая, продемонстрировал ужасающую силу резонанса. Это произошло в 1896 году в Нью-Йорке. Ученый обустроил лабораторию в отеле Волдерф Астория на Манхэттене, и решил там провести эксперимент с так называемыми резонансными излучателями. Когда Тесла подал к прибору электрический ток, то лаборатория неожиданно заходила ходуном, а с потолка кусками посыпалась штукатурка. При этом ученый не знал, что в этот момент происходило за окном. Оказывается, что десятки соседних домов наполнились неожиданным гулом. Посыпались оконные стекла, полопались водопроводные трубы. Чтобы избежать разрушения лаборатории, Тесла разбил свой прибор молотком. И в этот момент к нему ворвались полицейские. Позже при допросе изобретателю сообщили, его опыт спровоцировал землетрясение в городе, силу которого позже оценили почти в три балла по шкале Рихтера. Дело в том, что действительно известно, что в результате одного из экспериментов, который осуществил Тесла, в Нью-Йорке произошло знаменитое землетрясение. Не менее знаменитые события были связаны с инцидентами вокруг его знаменитой башни Орган-Клифф на Лонг-Айленде, когда там целые районы отключались от электроэнергии. То есть такие скандальные события сопровождали Теслу. Но надо понимать, что тот масштаб экспериментов, которые он ставил, они не могли не сопровождаться определенными побочными результатами. Вскоре после этого эксперимента Тесла заявил журналистам, применяя принцип резонанса, я за несколько недель смогу вызвать в земной коре такие колебания, что она будет подниматься и опадать на сотни футов, выбрасывая реки из русел. Но не эта идея больше всего занимала Николу Теслу. Он не уставал всех убеждать, что наш мир находится в огромном океане энергии. Все вокруг вращается, движется, ведь это все электричество. Главная задача, которую поставил себе ученый, была для обывателей той эпохи немыслима. Научиться отбирать это электричество у природы, преобразовывать его и, обратите внимание, без проводов передавать в самые глухие уголки земного шара. Проверку своих идей он начал в 1899 году в горном районе Колорадо-Спрингс, известном своими частыми грозами с исключительно мощными молниями. Через некоторое время, по словам Теслы, он знал о молниях больше, чем знает о них сам Бог. На очереди стояла проверка принципов передачи энергии на дальнее расстояние без проводов. С этой целью была построена установка высотой с 20-этажный дом. Вскоре Тесла убедился, что электрический заряд может передаваться через Землю безо всяких проводов и радиоволны. Эксперименты были столь же грандиозными, сколь и опасными. Это была настоящая электрическая фантасмагория. При включении установки молнии вокруг нее достигали длины 40 метров. Громовые раскаты были слышны за десятки километров. Вокруг башни пылал огромный световой шар. Люди, находящиеся на большом удалении, с ужасом наблюдали, как между их ногами и землей проскакивают искры. Лошади через железные подковы получали электрошоковые удары. Над металлическими предметами горели синие орелы. Генераторы электростанции в 10 километрах от лаборатории перегорали из-за мощных искр, которые пробивали их изоляцию. На самом деле с Теслой всегда были связаны аномальные явления, которые позже назовут паранормальными, хотя на самом деле это были, в общем-то, просто неразгаданные электротехнические какие-то явления, которые происходили, происходят в атмосфере и будут происходить в будущем. И какие-то грозовые проявления, и появление странных светящихся объектов, шаров, которые потом будут характеризовать и как проявления НЛО, и как какие-то плазменные явления типа шаровой молнии. Несмотря на всевозможные побочные эффекты от экспериментов, Тесла был счастлив. Ещё бы. Ему удалось преуспеть в создании разрядов, мощность которых значительно превосходила силу молнии. Дальше больше. Учёный планирует реализовать свои идеи в глобальном масштабе. Он убеждён, чтобы получать электроэнергию в любой точке мира, достаточно будет воткнуть в Землю штырь и включить небольшой конвертер, настроенный в резонанс с излучающими башнями. Для этого в определённых точках Земли необходимо построить пять специальных излучателей. Эта мировая система, кроме того, будет выполнять функции беспроводной связи по всему земному шару. По сути, Тесла планировал прообраз сегодняшнего интернета. Но и этим не ограничиваются планы неугомонного изобретателя. С помощью своей системы он намерен вызывать дожди в пустыне, освещать небо над морскими маршрутами, на ходу питать энергией автомобили и самолёты. Обо всём этом Тесла рассказывает знаменитому миллиардеру Джону Моргану. И просит денег хотя бы на строительство одной башни так называемой «мировой связи». В 1901 году на острове Лонг-Кайленд, в 60 километрах севернее Нью-Йорка, появляется таинственная лаборатория и огромная башня фантастической архитектуры, напоминающая гиперболоид русского инженера Владимира Шухова. По названию местности объект получает кодовое имя «Ворденклейф». Это одна и та же широта с тем местом, где происходил Тунгусский феномен. Во-первых, это тоже не случайно, это отдельная тема. А во-вторых, именно там, на Лонг-Кайленде, и до Теслы, и после Теслы, производились различные таинственные опыты некоторыми организациями, о которых тоже может идти отдельный разговор, которые были связаны с деятельностью крупных банковских корпораций, которые ввели свою политику, руководство всем хозяйством земного шара, если можно так выразиться. То есть именно там Тесла не случайно построила свою вот эту вот резиденцию. Летняя ночь 1903 года. Еще недостроенная башня «Ворденклейф» едва не свела с ума пол Нью-Йорка. При включении передатчика от башни на сотни миль во все стороны протянулись гигантские искусственные молнии. Они осветили небо над Атлантикой так, что можно было свободно читать газетные заголовки. На следующий день газета «Нью-Йорк Сан» писала. В прошлой ночи мы были свидетелями странных феноменов. Гигантских молний, собственноручно испускаемых Теслой. Слои атмосферы воспламенились на разной высоте и на большой территории так, что ночь моментально превратилась в день. Весь воздух был наполнен свечением. Мы сами себе оказались призраками. Здесь имеются различные предположения и версии, как работало это устройство. Но подробности функционирования этого устройства знал только Тесла. Единственное, что нам достоверно известно, то что это устройство действительно было достаточно мощным, и оно произволило определенный очень серьезный эффект. В частности, различного рода электромагнитные возмущения среды. То есть, да, действительно, это была башня, можно сказать. Но, с другой стороны, это не была башня. Это было некое электрическое устройство, которое функционировало только в соответствии с волей Теслы и по ему ведомым, а может быть, даже неведомым принципам. К сожалению, странности Теслы не позволили ему продолжить дальнейшую работу со своими новыми спонсорами. Финансовые воротилы побоялись дальше сотрудничать с человеком, который утверждал, что умеет общаться с инопланетянами и что они помогают ему в его опыте. К тому же, Морган заподозрил, что идея получения дешевой электроэнергии и передачи ее на расстояние без проводов подорвет углеводородный бизнес. Тесла, в свою очередь, был настолько одержим мыслями об энергетической революции, что продолжал развивать не только саму идею, но и активно готовиться к ее притворению в жизнь. И нефтяные магнаты, топливо номер один, они были напуганы, когда Тесла заявлял со своей горячностью, что пройдет там 20-30 лет, и уже, так сказать, нефть не нужна будет, не нужен бензин будет, а вот, вот эта энергия, которую я дам человечеству, вот тут-то и призадумались магнаты бензиновые, нефтяные, газовые и так далее. А что же будет, если действительно этот сумасшедший ученый окажется прав? Но Тесла не сдается. На собственные средства он возводит купол башни и продолжает монтаж научной аппаратуры. Однако в 1903 году часть оборудования была вывезена из Ворденклиффа за долги. Но известно и другое. С начала 1907 года, после длительной депрессии, Тесла вновь приступил к экспериментам. Причем именно в Ворденклиффе, куда неоднократно приезжал тайком ночным поездом. Есть документы о том, что в 1907 году ученый вновь получил от компании Вестенгаус большое количество оборудования. Так что же тянуло Теслу в эту таинственную башню? Вспомним про печальный эксперимент с резонансными излучателями, который спровоцировал землетрясение в Нью-Йорке в 1896 году. Эту идею изобретатель вовсе не оставил. И вполне возможно, решил реализовать ее в самой башне. Для чего? Скорее всего, чтобы придать конструкции дополнительные возможности. С какой целью? Вот тут и появляется самая таинственная загадка начала 20-го столетия. Тунгусский феномен. Известно, что в 1908 году в районе Сибирской реки Подкаменная Тунгуска произошла гигантская катастрофа, природа которой до сих пор неизвестна. Одна из версий говорит, что это была попытка атаковать Землю извне. Но катаклизму помешала некая таинственная сила, созданная человеческим разумом. Сила энергии, сконцентрированная в одном уголке планеты и переданная на расстояние в нужное время и место. Есть любопытная версия в связи с причиной, собственно, постройки башни Уорланд-Клифф. Якобы Тесла провидел то, что, собственно, будет некая катастрофа, связанная с вторжением в атмосферу Земли огромного космического тела и планировал каким-то образом этому противостоять. Это очень интересная версия, на самом деле. Но, к сожалению, у нас не имеется документальных подкреплений этой версии. Документальных доказательств действительно нет. Но это и не удивительно. О многих своих экспериментах Тесла никогда и никому не говорил. Часть опытов он вообще проводил интуитивно, не оставляя никаких записей, чертежей, резюме. При этом некоторые исследователи почти уверены, что тунгусский феномен – это дело рук великого изобретателя. И в этом есть своя логика. Установка Николы Теслы, она же башня в Уорденклифф, позволяла выполнять сразу две задачи – и возбуждать верхние слои атмосферы, и передавать энергию через Землю. Имея дар предвидения и феноменальную способность объяснять природу различных загадочных явлений, Тесла вполне мог знать о возможной катастрофе, предчувствовать ее, и даже предугадать место и время. И тогда он с острова Лонг-Кайленд вполне мог направить энергию в район Тунгуски навстречу агрессивному инопланетному объекту. Причем одновременно по двум каналам. Высокочастотную по кольцевым токам в верхних слоях атмосферы и низкочастотную по Земле через Северный полюс. Точка пересечения этих двух потоков – это место, куда будет целиться инопланетный объект. И когда этот самый объект входит в плотные слои атмосферы, башня Тесла посылает мощнейший электрический разряд навстречу незваному гостю и добавляет к этой чудовищной лавине энергии излучение своих резонаторов. Тесла догадывался о том, что этот район может быть местом какого-то значительного катаклизма, так скажем. И в то же время он просчитал, что этот район абсолютно безопасный для его опыта с точки зрения поражаемости объектов. То есть люди не будут там затронуты практически никак. То есть он мог экспериментировать. И он начал готовить свою аппаратуру полностью, вот ее как бы повернув в сторону Тунгуски, так образно выразиться можно. Если Тесла действительно причастен к Тунгусским событиям, то находят объяснения и другие загадки. Например, за два месяца до взрыва в Сибирской тайге над Европой и Россией в небе то и дело появлялись огромные сполохи света, а за девять дней необычные цветные зорницы. Ночью было светло, как во время полярного дня. Свечение резко усилилось за три дня до взрыва. Что это было? Пробные пристрелочные включения аппаратуры Ворденклиффа? Ответа на этот вопрос до сих пор нет. Ясно лишь одно. У Теслы были и мотивы, и возможности, чтобы вызвать Тунгусский феномен. В 1917 году башня Ворденклифф была уничтожена. Сам Тесла попал под постоянное наблюдение американских спецслужб. На то были веские причины. За великим изобретателем начали охотиться иностранные шпионы. Там уже, конечно, американская разведка и контрразведка, она плотно опекала Тесла. То есть тут уже не давали его. Его уже оберегали. Он был хорошо охраняемый человек. И, в общем-то, не давали возможности с ним даже встречаться. Но попытки такие были вплоть до, по-моему, до 1941 года. Это значит, буквально еще за два года до смерти Теслы все-таки Абвар пытался, фашистская разведка, пыталась все-таки заполучить. И его проекты шли на все. Интерес к Тесле иностранных спецслужб вполне очевиден. Изобретатель владел тайными знаниями, в которых очень нуждались военные. Известно, что в 30-е годы 20-го столетия он работал над проектом многоцелевых станций, способных защитить границы любого государства. Электронный щит, говорил Тесла, будет действовать совершенно на новом принципе и новом типе энергии. А перед началом Второй мировой войны стала просачиваться информация, что ученый придумал некий луч смерти. Какое-то таинственное мощное оружие, способное разрезать броню на большом расстоянии. Прямо как в фантастическом романе Алексея Толстого «Гиперболлойд инженера Гарина». Но больше всего тайн хранит так называемый филадельфийский эксперимент. Это произошло 28 октября 1943 года на базе военно-морских сил США в Филадельфии. Американские моряки решили провести эксперимент по невидимости корабля для радаров. Для этого на эсминце Элдридж создали электромагнитный пузырь, экран, который отводил бы излучение радаров мимо корабля. В ходе эксперимента выявился совершенно непредвиденный побочный эффект. Корабль стал невидим не только для радара, но и для невооруженного глаза. Более того, свидетели уверяют, что неожиданно увидели его в Норфолке на удалении в сотни миль. Спустя некоторое время Элдридж вернулся на место. Пока корабль перемещался из филадельфийской базы ВМС в Норфолке обратно, члены судовой команды полностью потеряли ориентацию во времени и пространстве. Этот эксперимент тоже принадлежит Николе Тесле. Но проводилась телепортация уже без него. Великого ученого уже не было в живых. А вместе с ним ушли в могилу все тайные секреты его открытий и изобретений. Назад в этот день родился Никола Тесла. Едва ли на этой планете есть человек, который о нем не слышал. Именем Николы Теслы называют компанией. Его изобретения считали великими. Его тайны пытаются разгадать и сегодня. Многие видят в нем ужасного визионера, который создавал секретное оружие и покорял неизвестные силы природы. Тесла проводил опаснейшие эксперименты во имя науки и в определенных кругах считается фигурой, связанной с мистикой. В последнем случае, скорее всего, мы имеем дело с домыслами. Но что известно точно, так это то, что изобретения Николы Теслы способствовали прогрессу во всем мире. Кем на самом деле был Тесла? В чем был его секрет? Ответ, я думаю, вам очень понравится. Давайте сначала рассмотрим важные с научной точки зрения изобретения, но редко встречающиеся в повседневной жизни современного человека. Катушка Теслы. Речь пойдет об одном из самых известных и зрелищных изобретений Николы. Катушка Теслы является разновидностью резонансной трансформаторной системы. Использовалось это приспособление для производства высокого напряжения, высокой частоты. Тесла задействовал катушку во время проведения инновационных экспериментов в области электрического освещения, фосфорисценции, рентгеновской генерации, высокочастотного переменного тока, электротерапии, радиотехники, передачи электрической энергии без проводов. Кстати, Никола Тесла был одним из тех людей, кто предсказал появление интернета и современных гаджетов. Катушка Теслы является ранним предшественником, наряду с индукционной катушкой, более современного устройства, называемого трансформатором обратного хода. Он обеспечивает напряжение, необходимое для питания электронно-лучевой трубки телевизоров и компьютерных мониторов. Версии этой катушки широко используются сегодня в радио, телевидении и другом электронном оборудовании. Во всей красе катушку можно увидеть в научных музеях или на специальных шоу. Катушка Теслы в действии – это всегда зрелище. Башня Вондерклифф Эта конструкция, известная также как башня Теслы, была построена с целью осуществления беспроводной телекоммуникации и демонстрации возможности передачи электроэнергии без проводов. По задумке Теслы, башня Вондерклифф должна была стать шагом к созданию всемирной беспроводной системы. В его планах было установить несколько десятков приемопередающих станций по всему миру. Таким образом, отпала бы необходимость использования высоковольтных линий электропередач, то есть фактически мы получили бы одну всемирную электростанцию. К слову, Тесле удавалось передавать электричество по воздуху от одной катушки к другой, так что его амбиции были небезосновательны. Проект Вондерклифф требовал больших капиталовложений и на начальных этапах получил поддержку влиятельных инвесторов. Однако, когда работа над строительством башни была практически завершена, Тесла лишился финансирования и оказался на грани банкротства. А все потому, что Вондерклифф могла быть предпосылкой к бесплатным поставкам электричества по всему миру. А это могло разорить некоторых инвесторов, чей бизнес был завязан на продаже электроэнергии. Любители различных теорий заговоров связывают падение Тунгусского метеорита в Сибири и эксперименты Теслы с башней. Говоря о домыслах, стоит вспомнить, что к категории засекреченных работ Николы Тесла относили эксперименты с телепортацией. Никаких реальных доказательств тому нет. А если вам что-то известно, напишите в комментариях. Рентгеновские лучи Вильгельм Рентген 8 ноября 1895 года официально открыл излучение, названное в честь его. Но фактически это явление первым наблюдал Никола Тесла. Еще в 1887 году он начал проводить исследования с использованием вакуумных трубок. В ходе экспериментов Тесла фиксировал особые лучи, способные просвечивать предметы. Поначалу ученый не придавал особого значения этому явлению, учитывая, что длительное воздействие рентгеновских лучей опасно для человека. Однако Тесла продолжал исследования в этом направлении и даже провел несколько экспериментов до открытия Вильгельма Рентгена, включая фотографирование костей его руки. К сожалению, в марте 1895 года в лаборатории Теслы произошел пожар, и записи об этих исследованиях были утрачены. После открытия Рентгена Никола, используя устройство с вакуумными трубками, сделал снимок своей ноги и отправил коллеги вместе с поздравлениями. Рентген похвалил Теслу за качественную фотографию. Вопреки расхожему мнению, Вильгельм Рентген не был знаком с работами Теслы и к своему открытию пришел самостоятельно. Радио и дистанционное управление Инженеры разных стран работали над технологией радиосвязи, при этом исследования были независимыми друг от друга. Самый яркий пример – советский физик Александр Попов и итальянский инженер Гульермо Маркони, которые в своих странах считаются изобретателями радио. Однако Маркони получил большую мировую известность, впервые установив радиосвязь между двумя материками 1901 год и получив патент на изобретение 1905 год. Поэтому считается, что он внес в развитие радиосвязи наибольший вклад. Но при чем тот Тесла? Как выяснилось, первым природу радиосигналов выявил именно он и в 1897 году запатентовал передатчик и приемник. Маркони взял за основу технологию Теслы и совершил свою знаменитую демонстрацию в 1901 году. Уже в 1904 году патентное бюро лишает патента на радио Николу, а через год присуждает его Маркони. Судя по всему, тут не обошлось без финансового влияния Томаса Эдисона и Эндрю Карнеги, которые были в конфронтации с Теслой. В 1943 году, уже после смерти Николы Теслы, Верховный суд США разобрался в ситуации и признал более значительный вклад этого ученого в качестве изобретателя радиотехнологий. Отмотаем немного назад. В 1898 году на электротехнической выставке в Мэдисон-Сквер-Гарден Тесла продемонстрировал изобретение, которое он назвал телеавтоматикой. Фактически, это была модель лодки, перемещением которой можно было управлять дистанционно через пульт. Никола Тесла на деле показал возможности использования технологий передачи радиоволн. Сегодня дистанционное управление сплошь и рядом, начиная от телевизионного пульта и заканчивая полетами беспилотников. Асинхронный двигатель и электромобиль Теслы. В 1888 году Тесла получил патент на электрическую машину, в которой под воздействием переменного тока создается вращение. Не будем вдаваться в технические подробности работы асинхронного двигателя. О чем нужно знать, так это о том, что двигатель имеет простую конструкцию, не требует высоких затрат на изготовление и надежен в эксплуатации. Тесла намеревался использовать свое изобретение как альтернативу двигателям внутреннего сгорания. Но так уж случилось, что в этот период никто в подобных инновациях не был заинтересован, да и финансовое положение самого ученого не позволяло ему особо разгуляться. Нельзя не упомянуть и об окутанном тайной электромобиле Теслы. Именно из-за сомнительности этой истории не будем выводить ее отдельным пунктом. Тем более, что тут не обошлось без электродвигателя. 1931 год. Нью-Йорк. Никола Тесла провел демонстрацию работы автомобиля, в котором якобы вместо двигателя внутреннего сгорания был установлен двигатель переменного тока мощностью 80 лошадиных сил. Ученый колесил на нем около недели, разгоняясь до 150 км в час. А загвоздка в следующем. Двигатель работал без видимого источника питания, да и на подзарядку машина якобы никогда не ставилась. Единственное, к чему мотор был подключен, это коробочка, собранная из лампочек и транзисторов, которые Тесла купил в ближайшем магазине радиоэлектроники. На все расспросы Никола отвечал, что энергия берется из эфира. Газетные скептики начали обвинять его чуть ли не в черной магии, и раздосадованный гений, забрав свою коробочку, вообще отказался что-либо комментировать и объяснять. Подобное событие в биографии Тесла действительно имеет место, но все же эксперты ставят под сомнение, что он нашел способ получать энергию для своего авто из воздуха. Во-первых, в записях ученого нет и намека на двигатель, работавший от эфира. А во-вторых, есть предположение, что Никола таким образом одурачил общественность, чтобы привлечь внимание к самой идее электрических автомобилей. А непосредственно для передвижения данного прототипа мог использоваться либо скрытый аккумулятор, либо двигатель внутреннего сгорания с модернизированной системой выхлопа. Как бы там ни было, сегодня существует компания, в каком-то смысле реализующая эту идею Теслы. Названа она именем изобретателя. Ему присваивали способности ясновидца, утверждая, что Тесла спас жизнь друзьям, уговорив их не садиться на поезд, который в этот же день сошел с рельс. Он жил в относительной бедности, хотя мог бы стать богатейшим человеком на планете. И совершенно очевидно, что если бы современники воспринимали его изобретение всерьез, то вполне вероятно, что мы с вами сейчас бы жили в другом мире. Причем словосочетание «другой мир» можно было бы трактовать буквально. Ведь Никола Тесла действительно обогнал свое время и был самым настоящим человеком не отсюда. На сегодня все. Понравилось? Поддержи лайком. Пишите свои комментарии.